Вы скажете такие типа двадцать мы проговаривались сорянки я не играл практически вот не видел в этом смысла думал что так сейчас я переверну думал что это та же самая игра с таким же движком все дела крутая графика прям этим можно брать и обмазываться пес сосать fifa лучше я помню прям даже на стриме у димы тепло вроде бы когда он там обозревал а сделал пост вконтакте с новой с неймара вот с этой фифой там какой-то школьник написал пес сосать потому что он смотрел только на графику на точнее на графику она модельки которые в пес были но не очень крутые по сравнению с фифой якобы вот ну это неважно в общем я фифе я не буду говорить что пес лучше фифы нет просто кому-то на из и песка мута фифа вот вот да на самом деле я еще не везде разобрался в общем сегодня я хочу пощупать геймплей так сказать во всех местах и пока что я открыл только в с атак я вот прям сегодня точнее я скачал давно но зашел только сегодня и сегодня мы на на него посмотрим это стандартная в с атака сыграем один матч да ну опять вот эта атмосфера на самом деле поиграв несколько матчей я хочу заметить одно раньше отдав пас просто отдав пас в разрез и просто нажав на удар неважно куда игрок практически всегда попадал в ворота даже если например ты хочешь сделать в дальний но ты вот видите сейв раньше сейвов не было таких вот крученных супер а если ты например сделал чуть выше ворота ты все но попадал в ворота и это как бы немножко странно аркадный и все таки о мне нравится фифа потому что там проще ну типа проще играть вот вот вам в девятку вообще спокойно стали лучше играть вратарии просто сказал стали лучше играть вратарии сейв на угловых стало намного сложнее но не намного сложнее но я щас попробую вот я нажал но и даже мимо да в той части такое тоже было но не так часто как здесь и имея состав очень слабый я не не ощущаю ну не знаю кто-то конечно же погоне за хайпами крутым составом собирает крутые там пушку состава его мах вася кристина сергеевна леонель месси наймар там все дела я не не понимаю таких людей если честно вот конечно же косяки остались их очень много если в предыдущей части ты привыкал забивать рандомно делая слайд по экрану то здесь ты конечно же так уже не сделаешь и с одной стороны это круто меньше скриптов багов а с другой стороны это боли ну ты же привык забивать каждый удар болен чё делать но на самом деле это положительная динамика я не знаю при сильных составах как то есть когда у вас мощный сочный состав я говорю вася когда все есть топовые футболисты это прям возможно там каждый удар залитая но по факту так не должно быть прикалывает очень приказывает очень вот этот мяч но его дизайн он вот видите сейф штрафные я еще редко белый час скорее всего мимо да мимо этот мяч как будто он третьего размера но серьезно потому что ну ладно окей 4 4 потому что его дизайн он и в реальной жизни кажется как будто мелкий какой-то четвертый размер таки в обычный ну вот фифе он вообще как будто третий размер небольшой косяк на самом-то деле учитывая то что в песке мяч он я сейчас не засираю ни одну из игр это просто такой визуальный эффект визуальный косяк вот учитывая то что в песке там вообще какой-то шестой размер мяча и когда ты играешь это еще не так заметно а когда ты бьешь пенальти это реально заметно там кстати прикольный удар со скоком там реально вот как сказать когда когда бьешь пенальти там такой большой мяч маленькие ворота большой вратарь и в угол забить пенальти практически невозможно а здесь если ты ну можно там вратарь иногда не дотягивается а здесь ты реально можешь пробить в угол и вратарь не дотянется ампаду кстати защитник он большой высокий кучерявый неплохо сейчас мы перейдем в обычный матч и посмотрим как там дело обстоит я не буду называть это видео обзор фифа мобайл тем более когда после релиза прошло уже сколько там сентябрь да когда вышел он там начале сентября по моему октябрь на иных два месяца ну полтора два месяца уже прошло конечно же это не обзор никакой так болит голова просто пришел из школы так болит голова я вообще не понимаю здесь есть мировой тур и вы все это знаете я знаю что вы все это знаете показалось что там южной северной корея бы там офигел если бы это было бы я пока что нахожусь вот на этой стадии я хотел проходить это все дело на стримах правда времени делать стримы у меня нету потому что сука нужно готовиться к этой чертовы г вот так да и тут дело начинается уже 60 минут что немножко не очень круто в планах тактики я на самом деле не знаю вот кстати обновили ли так а почему я не могу вот повтор интерфейс повтора конечно же хромает прям прям вообще почему нельзя было взять интерфейс повторов из но это прям вообще как как-то сыро да как-то он странный как-то странно забил вообще ну интерфейс очень очень сырой можно было из той же сифа 14 добавить там вот такой вася интерфейс вообще нормально я думаю сейчас мы доиграем и все нет давайте я вот сейчас пока мы доиграем скажу свои выводы в общем визуально визуально это та же самая игра вот прям вообще ничего не изменилось но это только визуально а так на практике это что вам сказать это та же самая скриптовая фифа 19 мобайл но с пофиксенными ударами стало меньше залетать все створ рандомные слэши когда делаешь там не все залетает створ вратари стали играть лучше или просто я стал хуже играть фифу скорее всего вратари вот это гол да? но по факту это та же самая игра и когда ты ну я думаю все так знают когда вы очень много играете фифу она надоедает а альтернативы вы думаете нету не многие знают про пьес мобайл на самом деле полезно играть вообще полезно не играть в эти игры а играть в футбол во дворе но учитывая то что сейчас зима ну вы понимаете к чему я клоню вот вообще по сути если смотрите вот этот сегмент компьютер ну вот игр на оно про футбол то все равно стоит играть и в ту и в ту игру и в пьес и в фифа на мобильных устройствах вот потому что ну даже если так смотреть надоело фифа пошел в футбол в пьес захотел поиграть в пьес пошел в пьес пьес поднадоело пошел вот как я сейчас фифушку нет мне пьес не поднадоело просто мне нужно записать видео и поднять хайп на фифе да потому что пьес чуть не собирает просмотры вообще вот ребят кстати все вот все я закончил я думаю да кстати насчет пагов я думаю что это та же самая донатистская фигня господи зарплата дворника да вот донатистская фигня но поиграть в нее можно вот все ребят все голова очень сильно болит поэтому заканчиваем наш видеоролик подписывайтесь на канал ставьте лайк нажимайте на колокольчик на стримах я думаю мы пройдем это мировое турне я открою полный матч и в полный матч я уже все протестирую в общем а и предлагайте в коментах идею для карьеры фифа 14 мод фифа 20 ну я уже начал карьеру за ой какой клуб но вы все равно предлагаете и подписку жмакайте всем пока а 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